Взгляд ЕС внес изменения в правила оформления визы. Л. ЕС внес изменения в правила оформления визы. 9 июня 2019 года. 12 часов фото. Александра Мудрац, ТАСС-Текст, Сергей Гурьянов. Евросоюз меняет правила выдачи виз для граждан третьих стран. Изменения коснутся в том числе и России. Изменения в визовый кодекс окончательно утверждены 6 июня, но применять новые правила начнут только через полгода. Изменения касаются виз на поездки до 90 дней. Сейчас стандартная шенгенская виза для граждан Белоруссии и Казахстана стоит 60 евро, однако после изменений сбор повысят до 80 евро. Плата для детей в возрасте от 6 до 12 лет возрастет с 35 до 40 евро, сообщает Deutsche Well. Цена распространяется на граждан Белоруссии и Казахстана, а для граждан России, Армении и Азербайджана нынешний сбор, который составляет 35 евро, скорее всего, не изменится. Новый визовый кодекс предусматривает пересмотр сбора каждые 3 года. Сейчас подать заявление на шенгенскую визу можно не ранее, чем за 3 месяца до начала поездки, и не позднее, чем за 15 дней. По новым правилам нести документы в посольство или консульство можно будет за полгода до выезда. Также будет упрощена выдача многократных виз с действием от 1 года до 5 лет. Эти визы могут получить те, кто регулярно посещает ЕС-бизнесмены, моряки, артисты. В кодексе теперь говорится, что многократные визы не следует ограничивать только для определенных категорий путешествующих, однако для получения ее у человека должна быть положительная визовая история. Кроме того, теперь разрешены заполнение заявки онлайн и электронная подпись. Наиболее серьезным нововведением называется привязка условий выдачи виз к тому, насколько каждая страна сотрудничает с ЕС в вопросе реадмиссии мигрантов. Если какая-либо страна не сотрудничает по этому вопросу с Евросоюзом, то Еврокомиссия будет предлагать совету ЕС санкциям, которые касаются рассмотрения визовых заявок или даже размера консульского сбора. В ином случае ЕС может предложить снижение платы за визу, сокращение сроков рассмотрения заявок или увеличение периода действия многократных виз. На граждан России это, скорее всего, не будет иметь большое-то влияние, так как договор о реадмиссии действует еще с 2007 года. О том, что Совет ЕС по внутренним делам принял поправки к визовому кодексу, сообщалось 6 июня. Текст Сергей Гурьянов